МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС, подполковник внутренней службы. Родился в 1979 году в Верхнедвинском районе Витебской области. В 2001 году окончил Гомельское высшее командно-инженерное училище МЧС Республики Беларусь. Трудовую деятельность начинал в инспекции Государственного пожарного надзора в Витебске. Через год назначен заместителем начальника Сенинского ручьёс по Государственному пожарному надзору. С 2003 года продолжил службу в подразделениях Гомельской области. В 2006 году возглавил отдел надзора и профилактики Гомельской области. На нынешней должности с 2015 года. Имеет государственные награды медали второй и третьей степени за безупречную службу. На вопросы, которые касаются деятельности областного управления МЧС, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер номер 8029-340-043-3. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Работа спасателей простой не бывает никогда. А зимние праздники уже сам по себе период повышенной опасности. Новогодняя ночь прошла в Гомеле в буквальном смысле с огоньком. Сгорели две новогодние елки. Скажите, пожалуйста, уже есть какое-то заключение, в чем была причина? Действительно, город Гомель не остался в стороне. Год огненного петуха никак не мог отпустить. Он еще не наступил по китайскому календарю. В таком вот ракурсе. И, соответственно, елки начали гореть не только в городе Гомеле, но и в других городах мира. Это можно посмотреть сегодня по интернету. Но город Гомель это тоже не избежало. Случилось два возгорания елей искусственных. Один произошел по улице Троллейбусная, один около горы электротранспорта. Поступило нам сообщение где-то в начале второго часа ночи. И буквально через полтора часа на площади Победы-1 тоже имел факт возгорания еле искусственной. Соответственно, сегодня опрашиваются все очевидцы. Проводится ряд мероприятий. Назначен ряд экспертиз для установления причины возникновения этих возгораний. В принципе, причины будут установлены. Самые рассматриваемые версии на сегодняшнем этапе – это как применение пиротехнических изделий гражданами, так и нарушение правил эксплуатации электрических сетей. Но просто от попадания петарды могла загореться такая елка? Это реально? На сегодняшнем этапе изучаются документы. Если современная ель сегодня искусственная, которая продается, производится и реализуется, они не пожароопасны. Здесь надо рассматривать, какие материалы изучаются. Если ель этими качествами, то есть сами веточки ели не обладали, то, соответственно, вполне возможно, чтобы петарды было достаточно, ну, смотря какая еще петарда, да, их сегодня очень большое разнообразие. Вполне вероятно возникновение пожара, возгорания ели и от петарды. Вообще, насколько такие случаи чисты? Новогодняя иллюминация, петарды, гирлянды, а с пожарной точки зрения, вот с точки зрения пожарной безопасности, есть подвох? В целом, вообще, любое электрическое оборудование, которое сегодня применяется, даже для украшений, да, ели искусственных, в том числе и граждане используют и приобретают их дома, оно все пожароопасно. Нет сегодня электрооборудования соответствующего, где бы производитель гарантировал, что возгорания от него не будет. Соответственно, и пиротехнических изделий, вы видите, какое большое разнообразие сегодня предлагают нам продавцы. И, к сожалению, даже те граждане, которые в преддверии новогодних праздников завозят сюда катрафактную продукцию, соответственно... У нас бывали случаи, когда вот, чтобы от гирлянды загорелась елка дома, предположим, у человека? Вот на сегодняшнем этапе я вам скажу, что от петард точно были загорания по Гомельской области, а за время моей службы от елочной гирлянды, вот именно елка, чтобы загорелась, не было. Были факты загорания оконных проемов от гирлянд, которые размещались снаружи, замыкало. Такие факты были. Но елка, чтобы загорелась от гирлянды дома, с такими случаями лично я не сталкивался и в нашу службу сообщений не поступал. Окна загорались, потому что занавески, да? Нет, не потому что. Потому что, вы видите, в преддверии погода зимой непредсказуема, особенно сейчас. Если раньше зимы приходили и долго стояла температура соответствующая, мороз наступал и только там в марте месяце спадал. То есть сейчас видите, какие скачки погоды. То идет дождь два дня, как был в преддверии Нового года, да, проливной дождь. То есть это все сказывается. И хотелось бы обратить внимание граждан, что сегодня все электрогирлянды, да, они подразделяются на применение внутри помещений и снаружи. И здесь надо четко читать и приобретая их, читать инструкцию применения, что производитель рекомендует и требовать соответствующие сертификаты соответствия, если они у продавца есть, чтобы он показал. Потому что многие производители добровольно сертифицируют эту продукцию для того, чтобы гражданам доказать необходимость ее применения. И должна она однозначно эксплуатироваться в соответствии с теми требованиями, которыми прописаны в этой инструкции применения. Если там нет этого, то не надо эту электрическую гирлянду пытаться приспособить к потолку натяжному, на окно повесить в своей квартире, либо вывесить на улице, на крыше своего дома. Какова статистика в этом году пострадавших людей от взрывов, петард и салютов? В целом, по области в этом году цифра, которая поступала к нам на Центр оперативного управления, это было 9 человек. Самый опасный факт, который произошел, это мужчине от взрыва петарды оторвало фаланги пальцев. Все остальные отделались просто травмами, которые, в принципе, жизни и здоровью не угрожают. Но хотелось напомнить, что у нас буквально в 2015 году был смертельный случай, когда молодого парня получил травму от петарды и через 2-3 дня в больнице скончался от полученных. Вот на одном из билбордов МЧС есть надпись, которая мне лично очень нравится. Дети не ищут опасности, они просто играют. Сергей Николаевич, у вас опыт очень богатый. Вы отец троих детей. Вам бывало когда-нибудь страшно за последствия их игр? Вы знаете, когда особенно это касается твоих детей, ты во всем видишь, особенно с такой профессией, какая у меня, когда я сталкиваюсь ежедневно и днем и ночью с трагедиями людей, я все это оцениваю и воспроизвожу на своих детей. Да, были такие случаи, что я и терял их и в гипермаркетах, пока ты отвлекся посмотреть, выбрать какую-то приправу для рыбы. Поворачиваешься, детей уже нет, потому что им это неинтересно. Они идут там, где им интересно, где продают игрушки. Но я уже знаю их повадки, знаю, где их искать. И даже купаясь в саже, ребенок мой был такой случай, когда средний мой ребенок, купаясь, одел обычный, кажется, ничем не опасный круг надувной на себя и прыгал в воде. Ну, случайно перевернулся, и получается, что оказался на такой глубине, что руками он никак не мог перевернуться назад. И просто тонул на моих глазах. Так, так хорошо, что я находился рядом, да, я его поднял, я его поставил, сказал, ну что, говорил тебе 10 раз не баловаться, а ты меня не слушаешь. Вот понимаешь теперь, как человек тонет. И да, действительно, она даже до сих пор, это уже было давно, уже на года 4 назад, да, она сегодня рассказывает те ощущения, которые баловство привело вот к тем ощущениям, которые она на себе испытала в связи. Страх умно терпелся, ребенок, а папа и рад, ну рад, что хорошо все закончилось. Ну, что тогда говорить об остальных родителях, если даже спасатель не может уследить, да, не хватает глаз и рук. Да, это очень сложно. А дети заставили в этом году уже поволноваться? Малыши, которые ушли из детского сада в Светлогорске, в Гомеле дети играли на подоконнике. До какого возраста детей нельзя оставлять одних? Вы знаете, по законодательству таких жестких ограничений в Республике Беларусь не установлено. Если брать в целом статистику мировую, то в Америке дети, самый такой возраст, которых можно оставлять их одних, в одном штате, по-моему, из всех определено 10 лет. А везде в остальных это 14 лет. На сегодняшнем этапе оцениваем вообще ситуацию, которая происходит. Моя лично, моя позиция, да, что детей до 14 лет точно нельзя оставлять дома одних. И то с учетом его активности, да, с учетом его любознательности, надо подумать, даже в 14 лет стоит ли оставить ребенка одного. Но я говорю, даже находясь вместе, даже находясь рядом, не факт, что ты сможешь контролировать действия ребенка. Достаточно минуты, полторы, две, чтобы ребенок попал в какую-то ситуацию, либо засунул что-нибудь в электрическую розетку, да, либо перекусил провод, либо еще какое-то действие совершил. То есть здесь предсказать очень сложно, поэтому детей, вот лично, мое мнение, оставлять одних нельзя. А вообще, с точки зрения статистики, наиболее рискованный период можно выделить, когда дети, наиболее часто что-то с ними случается? Это малыши или это уже в сознательном возрасте? Если брать в целом, вот именно что касается меня, это пожары и гибели людей на пожарах, детей на пожарах, это именно опасный возраст от 3 до 10 лет. Вот такая вот разбежка, когда дети познают мир, когда для них каждый шаг, тем более самостоятельно, это подвиг, они все это узнают, то вот это самый опасный возраст, с которым мы сталкиваемся, возникновение пожаров, травмирование детей, ну и, к сожалению, гибель. Спасибо большое. Есть сообщение, пришедшее к нам в Вайбер. Здравствуйте. Обязательно ли нужно устанавливать пожарные извещатели? Сколько это стоит? Ирина, спасибо, Ирина, за вопрос. Сергей Николаевич. На сегодняшнем этапе мы все живем в 21 веке. Все видим, сколько у нас в домовладениях, квартирах появилось различных источников возможных пожаров, а я имею в виду это электроприборы, электрооборудование. Соответственно, ни один производитель, еще раз повторюсь, не дает гарантии, пускай вот наши телезрители подымут, возьмут паспорт на любое электрооборудование и посмотрят, ни один производитель не дает 100% гарантии, что не случится пожар. Соответственно, мы ложимся спать, все эти приборы продолжают работать, а самое опасное время для человека, когда он находится, когда он спит, самое опасное время он не ощущает, к сожалению, тех опасных факторов пожара, возгорания, которые в реалии, находясь в сознании, он ощущает. То есть, если мы сегодня развели костер, ветер на нас подул, дым пошел, то человек пытается защититься, он пытается покинуть опасную зону, то есть у него слезятся глаза, он задыхается и он покидает опасную зону. То когда человек спит, то у него напрочь эта защитная функция отсутствует. И сегодня пожарная опасность квартир очень высока. Если в советские времена на метр шестьдесят квартиры покрасили краской, и все остальное было известь, деревянные рамы, то есть натуральные материалы применения и в интерьерах мебели, то, соответственно, сегодня посмотрите, какое разнообразие в квартирах пожарной нагрузки. И все это полимеры, все это синтетические вещества. А их токсичность при нагревании, при горении очень высока. И человек в основном заблаговременно еще, до того, как до него добрался сам огонь, он еще погибает от продуктов горения. То есть у него происходит отравление. Соответственно, на сегодняшнем этапе в мире ничего другого не придумали, как установить автономный пожарный извещатель. Вы более чем убедительны, Сергей Николаевич, но эта мера рекомендуемая, либо же она обязательная? К сожалению, эта мера до 2002 года была рекомендуемой для жилых домов. Если в жилых домах происходила реконструкция, капитальный ремонт, либо это новое строительство, то это уже мера обязательно. То есть сегодня граждане, которые заселились в новые дома с 2002 года, они обязаны установить автономные пожарные извещатели, если демонтировали в период своей деятельности. Они обязаны их установить, потому что есть административное наказание до 30 базовых величин. Понятно. А сколько стоит сам прибор его установка? Сегодня он стоит от 10 рублей 10 копеек. А установить его сможет благодаря той инструкции, которая к нему прилагается, ну, наверное, как минимум любой мужчина. Сегодня, видя потенциал наших женщин, я думаю, что женщины даже иногда и быстрее с этим справятся, чем некоторые мужчины. То есть установить можно самостоятельно? Исправность, наверное, проверять не обязательно. А вы сами поймете, когда установите туда элемент питания и прикрепите его к потолку, конечно, хотелось бы акцентировать внимание наших телезрителей, что он устанавливается только в помещениях, где человек может отдыхать, желательно на потолке, 10 сантиметров отступив от стены. Но если уже такие красивые потолки и не хочется портить сам интерьер их, то автономный пожарный извещатель устанавливается на стене 10-20 сантиметров от потолка вниз и полметра от угла либо любого другого какого-то вентиляционного оконного дверного проема. И, в принципе, обслуживание все занимает раз в месяц, да, как и любой прибор, как протирает пыль, так и он раз в месяц, делая себе утром прическу. Девушка, женщина подойдет, продует его феном, и он будет нести свою службу постоянно, только напоминая изредка раз в год о том, что необходимо заменить элемент питания. Почти поэтично вы рассказали об автономном пожарном извещателе. А у нас на эту тему, Сергей Николаевич, еще есть опрос, нужно ли устанавливать этот прибор. Мы поинтересовались мнением и гомельчан. У меня нет извещателя, поэтому я вообще не знаю. Ну, наверное, нужно, потому что есть такое население, которое создает инциденты. Мне не нужен. Почему? Ну, я внимательна. В первую очередь я слежу за газом. Ну, где маленькие дети, там надо. Да, это обязательно. Во всей Европе везде все стоит в квартирах автономный выключатель. Однозначно. Это же такой механизм, который изучает о пожаре, да? Ну, многие люди могут сохранить свою жизнь. Конечно, у всех маленькие дети. И все при случае, если вдруг что-то случится, должны оповещать и быстрее, чтобы приехали пожарные. И чтобы у нас все было хорошо. А у вас в квартире стоит? Конечно. У нас двое маленьких детей, поэтому мы заботимся об этом. Да, конечно, я считаю, что это в настоящее время очень важный компонент в квартирах. И потому что это поможет сберечь жизни многих людей. Я думаю, что не нужно. Вот лично мое мнение. У меня дома он не нужен. Потому что я настоящий хозяин. У меня все в порядке. А в квартирах у тех, кто не хозяева? Те, кто курит в доме, и кто выпивает, и курит потом, там нужно. Громкого боя надо там колокол ставить. Ну, я считаю, что надо, потому что, ну, мало ли, там соседи, там что-то, не знаю, что-то сделают. Или всякие экстренные ситуации возникнут, которые мы не предвидели вообще. А где молодые, тем более надо. Потому что они иногда, вы видите, вот оставляют детей даже дома. Я считаю, что это должно быть решение самих граждан. Это не должно быть никакого навязывания. Не должны быть какие-то, сдаваться, положения, инструкции и прочее. То есть, если человек захотел, он должен его установить. Тут дело каждого, на мой взгляд. Ну, я бы, конечно, хотел, чтобы, допустим, у моих соседей был пожарный извещатель. А у вас? У меня его нет, у меня просто не может быть такого. Ну, у меня газовая плита, она сама отключится, если газ будет. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Говорим сегодня о пожарной безопасности. Можно развивать дискуссию, да, есть о чем поговорить. Но сначала выслушаем нашего телезрителя, который к нам дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Пожалуйста, ваш вопрос. Я уже задал вопрос. Повторите нам, пожалуйста, в эфире его. Хочу поздравить сотрудников МЧС. С наступающим профессиональным праздником? Да, с профессиональным праздником, 19 числа, день МЧС Республики Беларусь. Значит, ну, и пожелать того, чтобы было побольше профилактики, побольше бесед в школах. Вот, привлекать старших сотрудников. И лично руководству выразить большое спасибо, что не забывают нас, которые уже служили, которые, это самое, прошли, как говорится, огонь в воду. Вот, и находимся на пенсии. А где вы работали? В каком подразделении? Моя фамилия Самцов Евгений Владимирович. А где вы работали? Ну, последнее время замначальника РВЧ, ремонтовостановительной части. В Гомеле? Да, в Гомеле, РВЧ. Спасибо большое. Принимайте. Поздравления. Спасибо большое. Спасибо, что люди вот помнят, знают, что скоро у нас наступает профессиональный праздник. Так, человек работал, он знает. Он знает. Поэтому мы вас поздравляем. Спасибо за звонок. Ждем вопросов еще. У нас есть, кстати, в продолжение темы вот о пожарных извещателях. Сообщение в Вайбер. Дмитрий написал. Скажите, пожалуйста, бывают ли случаи, когда нельзя услышать пожарный извещатель? Может человек не услышать этот сигнал? Действительно, он его может не услышать только в двух случаях. Есть либо он, у него потеря слуха, то есть человек имеет заболевание соответствующее, либо человек находится в соответствующем состоянии. То есть он употребил алкоголем. И, в принципе, в этом году уже происшедший пожар с гибелью мужчины это показал. Потому что его мать, услышав извещатель погибшего человека в Жлобинском районе, она вышла на улицу, а он, к сожалению, его не услышал и погиб. Первый погибший в этом году на территории Гомельской области на пожаре пенсионер, мужчина. Ну вот мы выслушали мнение людей, которых записали корреспонденты. И довольно часто люди говорили, нет, мне не нужно, нужно кому-то другому. Нужно моим соседям, нужно молодым, нужно тем, у кого есть дети. Мне не нужно. И что самое интересное, у меня такого точно не может быть. Как вы относитесь к таким заявлениям? Это очень большое заблуждение. Я вижу, что у нас еще очень большой объем работы для того, чтобы встречаться в трудовых коллективах, беседовать, выступать на таких вот передачах, отвечать на вопросы граждан, разъяснять им, что сегодня пересмотрите свою позицию, пересмотрите сегодня источников зажигания в вашем жилье, в вашей крепости. Их очень много. А от этого никто не застрахован. И сегодня единственное, что может спасти, действительно, когда человек отдыхает, это только автономные пожарные извещатели. Даже в Рогачевском районе лет шесть назад выезжал на гибель мужчины. Днем случился этот случай. Мужчина пришел с работы, через дорогу работал, покушал. В обеденное время осталось вздремнуть, лег и не проснулся. Загорелся холодильник. Это то электрооборудование, которое, в принципе, предназначено от постоянной работы, от электрической сети. В три месяца в эксплуатации холодильник новый. Но замкнуло морозильные камеры, случился пожар. Выгорело всего лишь пол морозильной камеры. И вот этих продуктов горения, которые... Больше пожар никак не распространялся. Но вот этих продуктов горения было достаточно для того, чтобы мужчина погиб. Да, я о подобных случаях тоже знаю, поэтому, пожалуйста, задумайтесь. Особенно это касается, конечно же, тех, у кого есть дети. А что касается детей, это тоже обязательный случай. Да, это обязательно. Сегодня родители несут ответственность за воспитание детей. А дети должны воспитываться в безопасности. А так как сегодня, я говорю, электрических приборов у нас хватает. Да, это стиральная машина и мобильный телефон, оставленный на подзарядку. Да, зарядное устройство часто забирается. Как и мобильный телефон, так и само зарядное. Вот, холодильник, два телевизора, да, это все источники возможного пожара. Сергей Николаевич, у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло. Пожалуйста, говорите, вы уже в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим вас праздником, МЧС. Я житель городского поселка Уваровича. У нас пожарная существовала еще на лошадях. Было. А сейчас ее убрали. Население 3000. Был пожар, пожар был. Дом сгорел, покуда приехали к нам других, ну МЧС, это коммунари Будокошелева. Покуда приехали, дом сгорел. Такой населенный пункт и убрать пожарную часть. Поняли вас. Спасибо за звонок. Сергей Николаевич, прокомментируйте, пожалуйста. На самом деле, да, если нет части, то довольно далеко из города. На сегодняшнем этапе вообще в целом у нас есть система по Гомельской области прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений на место, к месту вызова. Есть и установлены нормативно-правовыми актами расстояния, которые должны соблюдаться для выезда пожарных подразделений для ликвидации чрезвычайной ситуации. В принципе, на сегодняшнем этапе, с учетом оптимизации подразделений, эта схема была пересмотрена, да, и определено, что в коммунаре будет находиться аварийно-пожарное подразделение, которое будет оказывать услуги, в том числе и для населенного пункта Уваровича. И сегодня тот нормативный радиус, который установлен, да, он 10 километров, он сегодня соблюдается, он сегодня обеспечивает прибытие техники. Да, конечно, это, наверное, не первый населенный пункт, в котором сокращено соответствующее пожарно-аварийно-спасательное подразделение в целом, но это необходимо делать, потому что граждане в первую очередь должны обращать внимание на содержание, на исключение тех условий, которые могут привести к возгоранию, к пожару. Сегодня проводится очень огромная работа в этом направлении. И поставить около каждого дома, в каждом населенном пункте, да, с учетом размещения основных автомагистралей, потому что сегодня дорожно-транспортные происшествия, это не редкость, и там требуется помощь людям. С учетом всех этих условий, наше управление, конечно, пересматривает, смотрит, и подразделение размещает так, чтобы как можно больше охватить населенных пунктов, быстрее прийти на помощь к тем людям, кто там проживает, чтобы ее оказать. И здесь однозначно учтены, и мужчина, в принципе, правильно, он задает вопрос, я бы тоже, если проживал у Варовича, спросил, но поверьте мне, что боеспособность и прибытие пожарно-аваренно-спасательных подразделений, с учетом тех нормативных рамок, в которых мы сегодня работаем, она никоим образом для граждан у Варович не нарушена. Откуда будет ехать бригада? Коммунар. Мужчина самый ответственный. Из коммунара. Какое время установлено для прибытия бригады? У нас 10 километров в сельской местности, это радиус выезда. За какое время должна бригада его преодолеть? У нас сегодня пожарная, современная машина может разогнаться и по автомагистрали, и до 100 километров в час. То есть у нас времени прибытия нет. Не установлено такой нормативчерки, да? Мы на сегодняшнем этапе, да, не хотим. И что это за спасатель, который, нарушая, хоть и даны нам соответствующие спецзнаки, но нарушая правила дорожного движения, мы тоже должны не создавать прецензентов дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Поэтому мы сегодня двигаемся безопасно, чтобы прибыть и оказать помощь тем гражданам, которых всего не нуждаются. Сергей Николаевич, есть у нас такой вопрос на нашем портале. Какое время установлено для приезда пожарной бригады на место вызова? То есть фактически законодательно не установлено? Законодательно только есть радиус выезда пожарного спасательного подразделения. Это 10 километров для сельской местности. Понятно. А как тогда может восприниматься ответ, что пока мы приедем, ваш дом уже сгорит? На сегодняшнем этапе все должны понимать прекрасно, что в каждой деревне, в каждом населенном пункте сегодня невозможно поставить специалистов, которые будут отвечать за безалаберность людей. Потому что любое возникновение пожара, как показывает изучение причины и условий, является нежелание гражданинам своевременно принимать меры по его предупреждению. То ли это уже ослуживший срок эксплуатации холодильник, то ли это стиральная машина, то ли электропроводка, которая еще при царе Горохе была смонтирована в этом доме. Здесь согласна, хотя не все можно предусмотреть. Знать, как поведет себя холодильник или стиральная машина, если они достаточно новые, невозможно это предвидеть. Сергей Николаевич, не будем заставлять ждать нашего телезрителя, который нам позвонил. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш вопрос, пожалуйста. Я вот хотел бы устроиться в МЧС работать. Я с армией пришел, походил по этому, так я понял, что это бесполезно. Расскажите, пожалуйста, сколько Вам лет, какое у Вас образование, где Вы живете? С 95-го года я, закончив училище школы Олимпийского резерва, служил в Бресте в ВДВ. Так, понятно. Образование у Вас? В училище. Город Гомель? Город Гомель? Да, город Гомель. Поняли Вас, спасибо. Есть ли перспективы, Сергей Николаевич? На сегодняшнем этапе, да, если даже у нас, мы сегодня постоянно набираем людей молодых, потому что, к сожалению, очень тяжело пройти медкомиссию, именно работать в нашей службе, потому что высокие требования предъявляются к здоровью. Но мы рады, пускай приходит этот молодой человек к нам, в наше подразделение, там однозначно он встретится, посмотрим. Но у нас есть критерии, которым сегодня этот молодой человек должен соответствовать. У него не должно быть соответствующих административных правонарушений, да, там различных там распития спиртных напитков в общественном месте и так далее. У него должна быть соответствующая физическая подготовка, он должен подтягиваться не менее 15 раз, должен пробегать километр 3 минуты 20 секунд, понимаете. Мы сегодня испытываем, да, сегодня, может, в городе Гомеле мы и не сможем ему предложить работу, этому молодому человеку. Но у нас есть ряд других подразделений, есть и Ветковский район на сегодняшнем этапе, поэтому пускай приходят, даже как-то странно, что приходили, это бесполезно. Я скажу, что это все не так. Куда приходить, сориентируйте, пожалуйста, куда приходить. Если сегодня хочет обратиться он в городской отдел по чрезвычайным ситуациям города Гомеля, то надо приходить по улице Артиллерийская, она находится, вот где Динамо Манеж. Вот туда приходить, однозначно встретиться с заместителем начальника отдела по кадрам, рассказать о себе, ему дадут направление на военно-врачебную комиссию. Если он ее пройдет, то, соответственно, ряд документов, и мы сегодня только рады, у нас есть и некомплект по рядовым водителям, и мы сегодня постоянно проводим везде политику и приглашаем молодых людей к нам работать. Поэтому не стесняйтесь. Спортсмен, говорю. Нам спортсмены нужны. Спортсмены нужны. Есть телефонный звонок еще на линии. Здравствуйте. Алло. Алло, мы вас слушаем. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос, не прерывайтесь. Алло. Да, да. Здравствуйте, Александр, город Гомель. Подскажите, такой вопрос у меня. Давно волнует меня проблема такая. Живем на втором этаже, и как бы живем над крышей магазина. Сверху сосед бросает окурки, спички прямо нам под окно. Кровля мягкая. Поэтому как, куда нам обратиться, и как с этим бороться, чтобы как бы... Да, понимаю, у вас прекрасно. Очень распространенное явление. Справиться с ним пока не получается, да, никакими способами ни у одной службы. Что делать, Сергей Николаевич, ваше мнение? Каждую передачу звучит этот вопрос. Есть собственник этого здания, кто занимается обслуживанием. Либо это какое-то жилищное товарищество, да, либо это жилищно-коммунальная служба. И, соответственно, на них возложена организация противопожарного, в том числе, режима в данном здании. Соответственно, если такие факты поступают, вы видите, знаете и готовы подтвердить, что это сосед делает, то, в принципе, если те службы не справятся, придет и наш работник. Он даст оценку при обращении, да, при обращении к нам. Мы направим туда работника, который проведет инструктивно-разъяснительную работу с гражданами, проживающими в этом жилом доме. Он при наличии фактов, свидетельствующих об административной ответственности, он начнет административный процесс. Но об этих фактах надо сказать, их надо подтвердить. А так, ответственность сегодня до 30 базовых величин. Ну, к сожалению, пока очень плохо применимая, да, потому что тяжело доказуемая. Предлагаю перейти к сюжету. Накануне наши корреспонденты отправились в рейд вместе со смотровыми комиссиями и увидели, с чем приходится сталкиваться. Субтитры создавал DimaTorzok И он должен проводить мастер-классы, как нужно следить за печным отоплением. Евгению Живописцеву в этом году исполнится 75, а он и печь при необходимости побелит, и на чердак для чистки дымохода поднимется. На чердаке просматриваем, каждое перед самым отоплением. Ну, собственно, на чердаке даже мы лазим комин сам по себе. Берешь шест или такой грузик плотный, тяжелый. И на вировочке комин сам просто прочищаешь его. Вот, прочищаешь, а потом здесь убираешь этот самый, саживаешь это все. Комин, да, каждый год комин чистить обязательно. Вот, так это как-то провело. Оно всегда так было. По каждому выявленному факту принимаются соответствующие меры. В прошлом году, например, более чем 500 раз отключали электроэнергию, почти 800 раз газовое оборудование. Хотя это по большому счету все-таки крайние меры. Обычно выявленные нарушения устраняются в течение нескольких дней. Причем не всегда для этого необходимо даже выносить предписания или применять штрафные санкции. Все-таки большинство граждан о своей безопасности заботятся. Ну, замажет он глиной этот топливник, где-то, ну, хватит до конца отопительного сезона, это железно, хватит ему этой печки пользоваться. Ну, и такие, как бы, примеры, они не единичные, они встречаются, но они исправимы, и с этим все живут, все ремонтируют, и все остаются, в конце концов, в тепле и довольны. Куда более проблемная категория так называемых асоциальных элементов. В Гомельской области на учетах в соответствующих органах сегодня состоят немногим более 12 тысяч человек. Такие могут не только собственный дом сжечь, но и реально угрожают безопасности соседей. В таком случае разговоры и просьбы ожидаемого результата обычно не приносят. В большей степени на них, на мой взгляд, сегодня можно повлиять только административными методами. Прежде всего, это изоляция в условиях ЛТП через правонарительные органы, либо направление, если человек уже заработал, даже если социальную пенсию имеет, направление учреждения здравоохранения, хотя бы в зимний период времени. Ну, а есть и такие, которые берутся за голову, начинают благоустроить свое жилье, возвращают семьи и продолжают жить. Сегодня во многих населенных пунктах Гомельской области проложен газ, однако пользоваться им зимой для отопления местные жители обычно не спешат. Очень дорого. Эксплуатация печей обходится в разы дешевле, хотя вероятность несчастных случаев при этом возрастает. На Гомельщине в результате проведения профилактической работы ситуацию получается не только держать под контролем, но и улучшать. На территории Гомельской области с 2011 года созданы и функционируют смотровые комиссии. В 2017 году свою работу осуществляли 340 смотровых комиссий, которые в общей сложности проверили и обследовали более 160 тысяч домовладений и квартир. Как итог, стабилизировалась оперативная обстановка на территории Гомельской области, количество пожаров уменьшилось во всех районах области, количество погибших на пожарах уменьшилось на 17,3%. Посмотрите диалог. У нас в гостях первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС Сергей Мелешкин. Сергей Николаевич, ну как раз есть вопрос, который пришел к нам в Вайбер по теме работы смотровых комиссий. Здравствуйте. Как повлияла работа смотровых комиссий области на статистику пожаров? Нужны ли комиссии? У вас, я думаю, сомнений нет в этом. Я даже статистику приведу. В 2010 году у нас работают эти комиссии. И сегодня мы имеем такой результат. У нас на 50% снизилось количество пожаров. Из 173 погибших цифра эта опустилась до 67 в 2017 году. Если у детей погибало в среднем 10-12 человек на пожарах, то сейчас, к сожалению, в прошлом году мы имеем одну гибель на пожаре ребенка в Добровском районе. То есть сама по себе статистика она показывает. Но это только брать пожары. А этих внешних причин очень много. Если в целом взять, то эта работа у нас сегодня действительно проводится правильно. Она сегодня существует. Да, ее формат меняется. Потому что сама по себе, если работу не добавлять что-то, не изменять, не реагировать с учетом существующих реалий, то она начнет буксовать. Каждый год принято такое решение. Мы что-то добавляем, мы рассматриваем новые, вырабатываем подходы и методы работы данных субъектов профилактики правонарушения, чтобы еще больше снизить и сохранить жизнь и здоровье нашим гражданам на территории области. То есть подход нельзя назвать формальным. Работа ведется действительно серьезно. Вы в этом не сомневаетесь. А как можно назвать формальным, если субъект профилактики, то ли это работник МЧС, то ли здравоохранение, то ли соцработник, пришел в дом, увидел проблему. И он ее что? Он ее обязан посмотреть и в рамках своего действующего законодательства, в рамках органов власти ее решить. Либо гражданина заставить ее устранить, если это его рук дело. Чаще всего жертвы пожаров это пожилые люди. Я даже, если судить по сводке уже происшествия начала этого года, то случаются происшествия там, где проживают одинокие пожилые люди. Но ведь наверняка у них смотровые комиссии были и не раз. Я вам скажу еще больше. Вот эти одинокие граждане 28-30-х годов рождения, в начале 17-го года у нас только 9 женщин таких погибло. И все технические причины в их домовладениях были устранены. И тот случай, когда стоял и автономный пожарный извещатель. Но это немощность. Это люди такого соответствующего преклонного возраста, которые тоже требуют за собой соответствующего ухода. Но отказываются, да, иди попробуй эту бабушку, дедушку уговорить перейти в соответствующую койку, хотя бы на период этот отопительный, когда наступают морозы. Никогда в жизни они говорят, мне здесь хорошо. Да и мы видели в вашем интервью, когда в основном граждане пожилого возраста говорят, зачем мне надо, я все знаю, у меня этого никогда не произойдет. Он так говорит. Но, к сожалению, оно случается. А бабушка, дедушка немощный открыл топливник в печи, огонь схватил его одежду. Соответственно, уже неловкий такой, он его потушить не может, и он смертельно травмируется. И ничего другого не пострадало. Да, что же остается? На кого же остается надеяться? На детей только, да? На детей, на социальных работников. Ну и на самих граждан, которые не остаются безразличными к старости, к тем, кто проживает в соседе и оказывает им помощь. Да, в Музыре совсем недавно сосед спас пожилую бабушку на пожаре, вытащил через окно из дома. Спасибо вот таким гражданам, что они отзывчивые и помогают, оказывают помощь посильную. Ну и в преддверии профессионального праздника, Сергей Николаевич, хотелось бы хотя бы, чтобы пару минут вы уделили вашим сотрудникам, о которых на самом деле есть что рассказать. Мы делали сюжет недавно, корреспондентка Гомельского телевидения, о Павле Мельникове, 19-летний парень. Выиграл турнир крупный, получил серьезные деньги и деньги отдал детям. Да, в дом малютки отдал деньги, весь свой выигрыш. Выигрыш был серьезным. Он выступал в Курске, бился с очень топовым бойцом, сражался, но одержал победу в первом раунде, соответственно, получил приз. И как поступил? Поступил как настоящий спасатель. Он пришел и весь этот свой приз отдал в детский дом малютки, соответственно, для детей. И я думаю, что ведь не один такой у вас молодец. Конечно, пользуясь случаем в преддверии своего праздника, я просто поздравляю всех своих коллег, всех наших ветеранов, пенсионеров, служащих работников, жен, сыновей, дочерей, которые сегодня, может быть, мало внимания ощущают от своего отца. Ну, с профессиональным праздником, как говорится, чтобы мы в основном только свои навыки оттачивали в учениях, в каких-то соревнованиях, а меньше использовали в действительности. Поэтому всем успехов в работе, семейного благополучия, ну и обычного человеческого счастья. Спасибо большое, Сергей Николаевич, за сегодняшнюю программу, за такие хорошие ваши слова. Вас тоже поздравляю с наступающим праздником. Спасибо большое. Надеюсь, что в ближайшее время мы продолжим эту беседу, снова здесь встретимся, потому что, если судить по вопросам, то говорить еще есть о чем. Это был диалог с первым заместителем начальника Гомельского областного управления МЧС Сергеем Мелешкиным. Спасибо вам за внимание и за ваши вопросы. Берегите себя, пожалуйста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова